Девушки отдыхают И сейчас я обращаюсь к Вячеславу Николаевичу Ремезову Заслуженному тренеру страны Одному из наших ведущих тренеров Который работает очень успешно в Нижнем Новгороде Вячеслав Николаевич, рады вас видеть прежде всего Спасибо Вопрос следующий Вы вели на протяжении всего турнира здесь Представительницу Нижнего Новгорода Одну из наших ведущих спортсменок Катю Гусеву Все было близко, все было рядом Чего-то не хватало Тем не менее, все-таки хотелось бы вас поздравить Все-таки с завыванием бронзовой медали в паре Чего не хватило в личных соревнованиях, Катя? В личных соревнованиях? Ну, как бы Старт был хороший И двигались все туры, прошли хорошо Показывали довольно-таки ровную Такую хорошую игру Но за выход в четверку В четверку играли с бельгийкой Азиатского происхождения И здесь, как бы, вроде все складывалось Поначалу хорошо до четвертой партии Потому что четвертая партия Она задела краем ракетки стол Чуть-чуть повредила накладку И чешская бригада судей попросила поменять ракетку Но я никогда не думал, что смена ракетки настолько влияет на спортсмена И здесь, конечно, она поплыла Она вела 4-2 и проиграла 11-4 И в себя не могла прийти Вот это внутреннее чувство тонкости Вот той ракетки и перемена другой Оно, конечно, послужило не лучшую службу И в итоге не хватило чуть-чуть И мы уступили 4-3 И на 9 проиграли седьмую партию Хотя даже все партии И шестая, и седьмая Она имела преимущество И чуть-чуть не хватило Может быть, действительно, очень сильно повлияла смена ракетки Вячеслав Николаевич, а как формировалась пара С Сденой Блажковой? То есть это была, так сказать, инициатива чья-то Или это был экспромт? Что это было? Месяца за полтора Месяца за полтора до этого чемпионата Я позвонил личному тренеру Тайлаковой Маше Старшему тренеру Самара Где она сейчас тренируется Павленко Виктор Поликарпович И попросил рассмотреть вопрос Гусева и Тайлакова пара Ну, он сказал, я подумаю Потому что по стилевым моментам Полностью подходит пара, конечно, Гусева и Тайлакова Но ответа я так и не дождался И по остаточному принципу Гусевой нашли спортсменку из Чехии Ну, в итоге бронзовая медаль Но она как бы могла быть и золотая Если бы была сформирована другая пара Вячеслав Николаевич Ну, наверное, теперь давайте попробуем взглянуть В общем и целом На выступления российской команды Два слова буквально о том Какие, скажем так, светлые пятна Какие есть обратные стороны Нашего выступления Ну, во-первых, это первенство первое И действительно, оно служит для многих спортсменов Которые заканчивают юниорский спорт Переходят в национальную сборную Здесь есть вот этот старт До молодежного первенства Которое позволяет быть трамплином Своего рода перехода Из юношеского спорта во взрослый спорт И, конечно, здесь надо было показывать и результат Потому что вся перспектива как бы здесь и заканчивается Дальше начинается, чтобы заказать место в национальной сборной Нужно показывать только хорошие результаты Которые будут устраивать и федерацию И старшего тренера женской сборной Нужна современная Но она и есть современная Но уже нужны чисто результаты дальше Вячеслав Николаевич Ну и в завершение нашего небольшого интервью Хотелось бы, чтобы вы сейчас поделились о том Какова ситуация с настольным теннисом в Нижнем Новгороде То есть много ли талантливой молодежи Я знаю, что у вас ведется огромная, потрясающая работа То, что вы проводите «Надежды России» Это одни из самых лучших соревнований На которых наша юная молодежь принимает участие Все-таки вот под вашим руководством Какие сейчас спортсмены, скажем так Вот кто из них может быть уже нашими, скажем так, надеждами? Ну нашими надеждами может быть Абрамян Это в первую очередь, которая показывает последние годы Очень современные настольные теннисы Дарья Чернова, Береснева, Рыжов, Сергей Очень перспективные дети И Нижний Новгород традиционно славился отбором И подготовкой молодых спортсменов Традиция как бы не нарушена Вся эта работа ведется до сих пор Единственный недостаток в Нижегородском Он не имеет хорошей современной базы И отсюда все, конечно, беды Потому что мы тренируемся в условиях Ну бывшей, будем так говорить Общеобразовательной школы вечерней Такого старого плана Это единственная база, где мы все и тренируемся Она не совсем позволяет выходить даже на уровень европейский Потому что нужно еще более современное Во многих регионах уже как бы построена современная база В том числе вот мы знаем, что и в Оренбурге, в Сорочинске И потом в Самаре относительно неплохая база И последний вот построен центр, хороший центр в Чебоксаре И поэтому, конечно, нам этого явно не хватает Для нас бы база послужила еще очередным толчком В поиске одаренных детей Их подготовки для сборной команды России Всех возрастов Ну я считаю, что Нижний Новгород Это, скажем так, один из наших центровых регионов И я надеюсь, что нас услышат все-таки И попечительский совет Федерации настольного тенниса России Возможно, кто-то еще нас услышит Из тех, скажем так, людей, которые могут оказать посильную помощь Вячеслав Николаевич, ну хотелось бы вас поблагодарить еще раз Все-таки я думаю, что у вас настроение, скажем так, положительное И еще надеемся не раз вернуться к вашему интервью Спасибо большое Пожелаю, чтобы наша Федерация тоже двигалась вперед И делала все для поиска и подготовки Одаренных спортсменов не только на европейском уровне, но и на международном Спасибо, это был Вячеслав Николаевич Ремезов Заслуженный тренер России, представлявший на этом первенстве Нижний Новгород И одновременно сборную команду России Которую вел Екатерину Гусеву И которая принесла нам одну из медалей Это бронзовая медаль в паре Спасибо, Вячеслав Николаевич Спасибо, всего доброго